Мы продолжаем рассказывать в этом выпуске о доме-музее имени Саби Памуканова. Здесь всего пять комнат, в которых представлены разные экспонаты, разные эпохи, разного назначения, разные вещи. Вот, например, его вещи, которые он носил при жизни. Или вот эта вот печатная машинка, на которой он писал свои произведения. Все это свидетельства его жизни. И интересно узнать, какой же она была. И вот эти все экспонаты, конечно же, бережно хранят музейные работники. Субтитры создавал DimaTorzok Довольно интересна судьба этого платья. Когда вы получили в дар этот экспонат, я понимаю, что вещи эти были переданы позже. Чем открыт был музей? В 1990 году, когда открылся музей, экспонаты были приобретены, я уже говорила первоначально, с города Алматы. Это же традиционное казахское платье. Эти же саптамоеды, хромовые сапоги. У нас самые яркие экспонаты, самые такие, которые идут от корня. Ручная работа, да? Да, вот эта ручная работа и платье, и камзон характерна то, что действительно вышивка, это удается таким вот действительно трудом. Как говорили, вот ручная работа, но характерна то, что вот даже пуговицы. Посмотрите, вот посмотрите, деревянные, просто деревянные пуговицы. И эти же вот камушки, и вот нить, вот это все сделано очень тонко. Конечно, он столько уже, как бы, можно сказать, одно столетие прожило уже, да. Но, однако, как бы, в хорошем состоянии мы решили оставить, как бы, так же, как оно и было. Первозданным. Первозданным, да. Есть еще интересные его личные вещи, да, Сабита Муканова. Хотелось бы тоже ознакомиться с ними. Здесь размещены именно деревянная посуда, относящаяся непосредственно к 20-м годам прошлого столетия. Это же и Тигине, это же и Астал, Шокпар. Все, что эта посуда, где касалась рука самого писателя. И национальная, традиционная, традиционная ручная работа, это Сырмяк, Тургурпе, Алла Шалар. Сундук, как бы, он с музыкальным звонком, этот же ключ. Вот, как бы, очередной раз, когда приходят, приезжают дети, в первую очередь, они сразу подходят к этому сундуку. Как бы, любопытно. Вот такой, как бы, ключ. Вы говорили, что есть документы, его личные письма, да, которые он писал своим близким. И хотелось бы тут же немножечко о них узнать. И есть даже письмо, которое было адресовано вашему дедушке. Да, когда я заступила на эту работу, конечно, начинаю же ознакомливаться с экспонатами, что касается докумендаций, то же самое и фонды. Очередной раз, когда смотрела эти фонды, мне бросились в глаза письма Сабита Муканова. Письма Сабита Муканова, как бы, содержание анализировала, читала. И раз здесь вот бросается в глаза письмо, я сперва подумала, что совпадение. Написано просто Каби. А моего дедушку звали Каби. В то время мой дедушка, это моего отца, отец, в Сабите работал директором школы. Ну и ладно, потом начала, как бы, начала читать, да. И такое содержание письма, что... Укоряет. Как бы, ну, содержание было о том, что Шакина Мустафина был сын, Мурат, и вот, к сожалению, он умер. И получается, что своевременно не дали телеграмму. Сабиту Муканову. Сабиту Муканову, да. По какой причине, как бы, не знаем, но вот, как бы, он не получил вовремя это сообщение. Да, это сообщение, и его это разочаровало, как бы. Да, была обида, конечно. А вот это письмо о чём? Это письмо уже адресовано, вот, написано, что Шакин. Это письмо адресовано к братишке Сабиту Муканова, Шакину Мустафину. Здесь он, конечно, я уже предыдущие говорила, что хоть он был творческий человек, работал в Алма-Ате, но всей душой он был здесь. Он из-за аул, из-за народа очень переживал. Помогал им. Очень, да, помогал. Вот здесь вот, к вашему вниманию, есть даже в то время это был сон, не тенге, а сон. И вот он перечислял, да, по возможности нуждающимся, малообеспеченным, да, в то время, если кто-то не работал, то перечислял, да, деньги. Помогал Аулу. А вы говорите, что он все свои письма начинал вот с этих слов. Да. Мал Жан Аманба. Это вот его какое-то такое коренное его было. Его стиль такой. Наверное, да. Мал Жан Аманба. Ну, правильно. Получается, жили в деревне. Деревня за счет чего живет? За счет скота. Скота, да. И главное, чтобы сами были живы-здоровы. А потом уже действительно твое скотоводство. Какие еще есть у вас здесь интересные и ценные экспонаты, которые принадлежали именно Сабиту Муканову? Покажите. Один из таких самых ярких экспонатов, это, конечно же, печатная машинка Москва. На этой печатной машинке Сабит Муканов осуществлял свою творческую деятельность. Он писал здесь или это уже потом передали сюда, эту печатную машинку? Нет, он писал на этой машинке. Но потом, в 90-е годы, да, нам уже передали этот экспонат. Ну, раритетная вещь, конечно. Да, начиная с редактирования газет и кончая романом «Промекнувший метеор». Было на этой машинке вообще. Но, к сожалению, самому писателю завершить этот роман не удалось. И дело продолжил династию, и дело отца продолжил сын отца Марат Сабитович Муканов. Я знаю, что вот это покрывало он привез из Китая, Сабит Муканов, да? Это правда? Ну, если на то пошло уже, как бы, говорить, что действительно, где как, где явь, то на сегодняшний день, который, вы говорите, покрывало, макинтош, туфли, они на данный момент, как бы, сейчас у нас в нашем фонде их, как бы, нет. Но они имеются в Краевическом музее. Экспонаты – это китайское покрывало делегации в 58-м году Сабит Муканов. Он же был разносторонний человек, да, писатель. Когда ездил на очередной раз на делегацию, то в качестве подарка, а было покрывало передали супруге Марья Мукановой. В качестве подарка передали шелковое, натуральное, в то время натуральное шелковое покрывало. И вот это тоже личные его вещи, я так понимаю. Это личные вещи Сабита Муканова, да, тот же макинтош, тот же чапан, стиль брюки. Вот эти вот, и Марья Мапа вещи – это платье, камзон и платок. В 2012 году, когда приезжали посетить музей, в гости просто отдохнуть, Баян и Жанна Мукановы – это дети писателя, они привезли это платье. Вот позже гораздо было пристроено еще одно здание, вот на территории дома-музея. Что это за здание и когда построили? Да, на территории музея здание, это называется гостиная, при музее гостиная. Построено оно было в 1900, наоборот, немножко как бы раньше, да, как бы в 89-м году. Ну, раз он на усадьбе находится при музее, то он был тоже открыт в 90-м году, в гостинице. Давайте пройдем следующий зал. Чем примечателен этот зал, вы уже говорили, этот стол действительно с того времени стоит? Да, он стоит с того времени. Свидетель тех застолья и бесед застольных Сабита Муканова. Да, да, этот деревянный круглый стол, он, конечно, именно вот прямо здесь вот как бы не стоял, он и был. Раньше в то время там была и кухня, также жили люди, и кухня, и калидор, и как бы он располагался там, этот стол. Ну, а на сегодняшний день он как бы редкий тоже для нас экспонат, поэтому он у нас стоит здесь. Ну, когда вот музеи открылись, вот мне сказали, что это платье носилась, это жена Сабита Муканова. Это правда, что она в этом платье замуж выходила? Не знаю точно, но сказали так. Это вот то, что рассказывают в семье, да? Ну, в истории семейной. Ну, в истории вот. А вот это вот что за макет здания? Это макет здания раньше у нас, это старый Сабит, старый Сабит там жили, вот такие дома были. В старой части села были такие дома? Ну, старые, вот сейчас, когда заедете в деревню, вот с той стороны деревня была раньше, и там вот такие дома были, все жили. Жил в Жаман-Шубаре, он потом в 28-м году переселил этих наших родственников, ну, всех казахов оттуда. Там же было пастбища, не было, там плохо было жить. И он разрешение просил, и сюда перевели. И вот такие дома. Я сама в этом доме, в таком доме родилась. Потом они построили вот этот дом, который музей сделает. Да, пошел. Вот интересно, как часто посещает дом-музей? Ну, может быть, даже если не односельчане, но, может быть, из соседних сел, районов ближайших. Да. До карантина, действительно, у нас, можно сказать, были всегда распахнуты двери. Посетителей было регулярно, часто. По программе «Рухани Жангру» приезжали с дальних и ближних регионов учащиеся. Также с разных уголков Казахстана, России, Германии и даже Северной Америки. Вот у нас был такой гость, если это вам как бы интересно, объяснила, что за дом, кто здесь жил, кто такой писатель. Ну, и как бы ей, да, она была очень как бы довольна. Ну, как часто посещают дом-музей школьники, дети? Школьники, дети. Я вот сейчас, как бы говорила, до карантина приезжали, да, со всех уголков учащиеся. В основном и студенты были учащиеся. Это уже как бы в порядке вещей. Студенты вот по программе «Серпан» тоже приезжали. А в период пандемии как работал музей? В период пандемии, вот с 16 марта, получается, да, 20-го года, во время пандемии, планы, которые были запланированы, мероприятия, конечно, они как бы остались как бы уже на полочке. И нам пришлось как-то выходить с этого положения. Но, сами видите, маленький аул, нету такого доступа к интернету. Но мы старались, раз у нас онлайн недоступен, как бы это все фиксировать на видеороликах. И так вот в сферу культуры мы отправляли. Видеоэкскурсии. Видео, как бы, да. Если раньше было у нас как бы массовое, можно было пригласить и 20-30 ребятишек, то на сегодняшний день, конечно, как бы нормировано все. По 2-3 ребятишка приходят с удовольствием. С удовольствием, с удовольствием, да. Как бы любят всегда посетить. Хоть они и сами с этого аула дети, но они готовы каждый день приходить и каждый день слушать то, о чем мы говорим. Они уже могут сами рассказать. Если я где-то что-то пропущу, они могут вернуться и напомнить мне об этом. Выговорят в тот раз. Вот так вот так говорили. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok